Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина, несколько лет назад вышедшая замуж второй раз и во втором браке родившая еще одного сына, старший, сами, сын Гуфа младший, Элвис, сын бизнесмена и серфера Дмитрия Анохина, в последние годы чаще живет на Бали, чем в России. Комфортный климат позволяет ей и Дмитрию приучать детей к морским видам спорта. И если сами больше увлекается все-таки рэпом, то младший, которому сейчас два с половиной года, в восторге от морской воды. Семья часто ездит на океан, смотреть закат и плавать. А с недавних пор родители начали учить Элвиса владеть серфом. Малыш, который уже хорошо умеет плавать, и просто так, и с маской, готов заниматься серфингом бесконечно. Но папа, знаток этого вида спорта, приучает его аккуратно, не спеша, помогая освоить самые простые элементы. Сначала постоять на доске на берегу и подождать волну. Потом можно отплыть от берега и на волне, несущейся к берегу, лежа прокатиться на серфе. Когда-нибудь придет время, когда Элвис сможет, как отец, получать удовольствие от того, что поймал волну и прокатиться на ней. Напомним, Айза Анохина недавно побывала в Москве, чтобы вместе с другими звездами принять участие в записи нового реалити-шоу канала «Супер! Решетка Яжимать», которая будет помогать молодым мамам разбираться в себе, преодолевать семейные кризисы и решать серьезные личные проблемы. Первое, к чему я оказалась не готова, это то, что дети слишком быстро взрослеют. Безумно тяжело прощаться с их детскими шалостями, которые со временем перерастают во взрослое хулиганство. «Очень тяжело мне это дается, моему старшему сыну 8 лет, и иногда мне кажется, что я уже не так ему нужна». «Это сильно меня огорчает», рассказала Айза Анохина, мама восьмилетнего Сами и двухлетнего Элвиса. Кроме того, приходилось совмещать работу и бессонные ночи, когда наутро тебе нужно выглядеть хорошо, а ты совсем не спала, то у детей зубки, то колики, то что-то еще. Как я это пережила? Любила сильно и растворялась в этой любви. Не позволяла себе плохое настроение рядом с ребенком, поддерживала себя именно любовью, к мужу, детям, дому, работе. Старалась гармонично себя ощущать и повторяла себе, я же обо всем этом мечтала. Так что, Айза, а ну-ка соберись и не жалуйся.